Мой соведущий Андрей Сапегин встретился с известным российским автором и исполнителем Денисом Майдановым и попытался узнать секреты такой большой популярности. Как это было, узнаем и увидим прямо сейчас. Здравствуйте, Денис. Доброе утро. До нашей встречи я посмотрел несколько видеозаписей с вами, я зашел к вам на сайт, и меня там заинтересовал один заголовок. Это новость прошлого февраля, но все-таки заголовок звучал следующим образом. Новый хит Дениса Майданова стартовал на радиостанциях. Коли хит новый, значит он не первый, а значит вы хит и умеете писать. Мне интересно, можете ли вы сказать, как написать хитовую песню? Рецепт, наверное, знаете, у меня в Доме творчества, в городе Балаково, Саратовской области, где я развился, родился и вырос, и развился. Директор Дома творчества говорила, Майданов хорошую песню новую написал. Наверное, влюбился. Поэтому в жизни автора-исполнителя в нашей стране очень много событий происходит, на которые творческая душа, конечно, реагирует. И у меня нет проблем с написанием песен, с текстами, с музыкой. То есть очень много тем. И парни с гитарами всю жизнь были на Руси. И эти люди как-то не испытывали, опять же, проблем. Вернее, хитами-то временно означает, по большому счету. И люди говорят, продюсеры, радио, телевидение делают песни популярные. Все это чушь. Если песня в сердце людям не попадает, то с песней ничего не произойдет, хотя покрутись на радио, на телевидении. А вот если люди песню приняли, ну, тогда она звучит везде. Вот вы сказали, у вас нет проблем с написанием песен. Я так понимаю, вы говорите не только про свои песни, вы еще пишете другим исполнителям, да? Вот если мы сейчас с вами затронем тему именно поп-музыки современной, бытует мнение, что она такая, знаете, немножко пустоватая. Вот ваше мнение, то есть глубокий смысл там есть, или он там и не нужен, в принципе? Поп-музыка есть для ног, и она, наверное, должна существовать. Некоторые люди не очень любят глубокий смысл, и музыка звучит фоном, и как бы «я тебя люблю», «пришла-ушла дождь», «я без тебя грущу». Такие песни, наверное, тоже нужны. Вот, потому что разные у нас бывают состояния. Иногда мы едем в машине, да, и хотим погрустить, и чтобы музыка или песня попала в нашу душевную волну. А иногда мы отмечаем праздники в ресторанах или в дискотеках, и там нам зачем грузиться. Вот, поэтому, знаете, песни разные нужны, песни разные важны. Понятно. Если вот вы сказали, вы работаете в таком определенном жанре, и это не поп-музыка, вот мне интересно, вы сразу начали в этом стиле себя хорошо, комфортно ощущать? Или был какой-то творческий поиск? Я думаю, что творческий поиск был только в соответствии с возрастом, да. Вот сейчас мы уже... Я держу в руках третий альбом. Вот. А первый альбом, он вышел в девятом году, второй альбом в одиннадцатом году. И каждому периоду времени соответствовало мои какие-то знания, ощущения жизни, события в моей жизни. Многие люди говорят, вот эта песня про меня, там, поэт о нас и так далее. Я счастлив в этом совпадении, потому что я пишу о своей жизни. Время, конечно, поставит и упорядочит тебя в какой-то классификации. И люди вынесут вердикт, что ты хорошего сделал. Но в моей жизни всегда был изначально Владимир Высоцкий. Его слушали мои родители. Чуть позже это был кино «Цой», «Тальков», «Макаревич», «Юрий Лоза». Все авторы-исполнители. И я, как бы, вставая в этот ряд, тоже имею большую ответственность не писать плохих песен, понимаете? И потом это все-таки два с половиной часа живого звука. Это не фонограмма, это не пластмасса. Это живое, настоящее звучание, которое люди с удовольствием открывают. Вы приехали к нам в город с концертом. Что, кроме любимых песен, ощутит зритель на этом концерте? Я, наверное, уже все сказал. Ну, песни не только любимые, да? То есть, конечно же, любимые песни из первых двух альбомов, плюс какие-то лучшие песни из нового альбома. Думаю, что ощутит позитив и драйв. Это мы гарантируем, потому что многие люди, посетив концерт, пишут, что мои песни оставляют для них на будущее вот именно это состояние, желание жить, желание верить в лучшее, желание подняться и сделать что-то хорошее, что не все еще потеряно. Вот если я это оставляю после своих концертов, ну, это значит, точно не зря живу и есть чем гордиться. Ну и после концерта мы устраиваем автограф-сессию, фотографирование с людьми, потому что это часть профессии, я этого не сторонюсь, это наоборот нормально. И у нас эта автограф-сессия тоже будет. Да, обязательно в 7 вечера в Тюменской филармонии начнется концерт, и после нее, после концерта уже будет автограф-сессия. Ну и в завершении беседы мы очень часто нашим гостям предлагаем влить с опросом. То есть я начинаю фразу, и вы ее продолжите. Вот, я люблю, когда... Коротко. Столько всего хорошего я люблю. Самое важное. Я люблю, когда я дома. Я не люблю, когда... Когда врут. Лучший подарок – это книга, худший подарок – это... Фига. Жизнь... Поверя к вам в гости зашел. Сразу почувствуется. Жизнь – это зебра или радуга? Ух ты. Ну, и так, и так можно. Кстати, вот это из области стакан наполовину полон, или стакан наполовину пуст. Для кого-то зебра, для кого-то радуга. Надо прожить так свою жизнь, чтобы вторая часть ее все-таки была радугой. Первая может быть зеброй. Счастье – это... Ух, тоже много всего под счастьем, мы поразумеваем. У меня есть новая песня «Солнце там, где ты». Вот это из области тоже. Счастье там, где ты. И я счастливый, потому что... Потому что у меня теперь двое детей было. У меня одна дочь. 11 декабря у меня родился сын Борислав, и я теперь папа. Вот такой комплект, да? Мальчик-девочка. Спасибо Господу Богу моей жене, это было здорово. С чем я, собственно, вас и поздравляю. Спасибо большое за то, что нашли время к нам забежать. Друзья, сегодня у нас в гостях был прекрасный артист, автор, исполнитель Денис Майдан. Спасибо. Спасибо.